Сейчас я вам буду представлять композитора, имя которого известно, пожалуй, более профессионально, нежели широким слоям любителей музыки. И тем приятнее, что с сегодняшнего дня, я думаю, мы будем с великим почтением и уважением относиться к этому музыканту, композитору, педагогу, практическому исполнителю. Это Николай Яковлевич Чайкин. Интересно, он родился тоже в Харькове, как и Дуналевский. Именно там, подобно своему великому соотечественнику, он начал путь в музыку. Он был современником Георгия Васильевича Свиридова. В год его рождения тот же, что и у Свиридова, 1915. Наверное, вот это стечение таких обстоятельств во многом способствовало и во многом предопределяло судьбу этого уникального художника. Получив неплохое предварительное образование, прежде чем уйти в большую музыку, он изучил несколько иностранных языков, которыми впоследствии владел практически свободно. Но, тем не менее, стал музыкантом. И самым главным его достижением, самой главной ценностью его для всех нас является то, что он воспел и поднял на небывалую высоту инструмент, который по правому называют инструментом лейтембра эпохи 20-го столетия. Я имею в виду баян. Баян – инструмент, который был мобилен, который можно было взять с собой и в военные походы, и в землянку, и который с удовольствием звучит и по сию времени. Но он придал этому инструменту какую-то особую концертную, величественную значимость, заставив его зазвучать из концертной эстрады и вместе с симфоническим оркестром. Да-да, сегодня мы будем с вами слушать концерт для баяна симфоническим оркестром. Именно так в оригинале было написано это сочинение Николаем Яковлевичем Чайкиным. Еще одна удивительная века его биографии. Сегодня, как только появляются более-менее значимые успехи у кого-то из провинциальных, они устремляются в столицу. И мы, конечно же, никого не стремимся осуждать в этом. А Чайкин поступил иначе. Проработав в Институте имени Гнесина, на ней РА, Российская Академия Музыки имени Гнесина, подготовив немало хороших студентов, хороших музыкантов, он в 1964 году отправляется на работу в город Горький, а сейчас Нижний Новгород, став одним из ведущих профессоров этой консерватории. Кстати, еще одна удивительная подробность. Именно в этом году состоялась встреча Николая Яковлевича Чайкина с тем музыкантом, который буквально через несколько мгновений выйдет на эту сцену, чтобы показать сочинение композитора Чайкина. Это был совсем юный баянист Геннадий Мамайков, которого он заприметил в оркестре баянистов в лагере «Артел». А потом судьба их стала сводить уже неоднократно. И во время учебы Геннадия Мамайкова в консерватории и в аспиратуре уже в классе Чайкина он учился и получал, завершал свое профессиональное образование. Видимо, эта любовь, это почтение, восхищение остается и по сегодняшний день. И сейчас я с удовольствием приглашу на эту сцену музыканта Геннадия Мамайкова, в исполнении которого и прозвучит один из концертов Чайкина. Мне еще хочется сделать одно маленькое добавление. То, что выходило из-под пера Чайкина, всегда было эталоном высшей сложности. И не случайно во всех международных состязаниях, где звучали сочинения для баяна, самыми сложными были сочинения Николая Яковлевича Чайкина. Чайкин. Концерт номер один для балетно-симфонического оркестра «Си-бемоль-мажор» в трех частях. Я напомню, что аплодисменты между частями в концерте не предполагаются. Солист, заслуженный артист России Геннадий Мамайков. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok